Дорогие мои друзья, вот и у нас настала осень. Я так ее ждала, я всегда жду осень, потому что это мое любимое время года. Я так люблю эти краски. Мы сами вырастили вот такие вот декоративные тыквы. Поставили на нашу антикварную телегу. Она стоит у нас вот перед домом, такая площадка. Мы ее оформили. Хуберт привез ее. И был счастлив, что она очень красиво вписалась. И посмотрите, как гармонируют алые герани с этой тыквой. Скоро у нас будут украшаться дома в осеннюю тематику. Я уже все подготовила. И обязательно сниму вам видео. Ну а сейчас мы... Сейчас мы поедем забирать мебель, которую я выставила. Может быть, видели в ютубе, в инстаграм фотографии. Я, конечно же, сделаю видео. Она просто сумасшедшая. Она антикварная. И жду не дождусь, когда мы сможем ее увидеть воочию, пощупать. И тогда я вам все сниму и покажу. Ну, пока жду Хуберта. Решила вам заснять вот этот вот уголок фрау Майер. Ольги Майер. Это мама Хуберта. Ну, она в девичестве была Майер. Теперь она Шук. Теперь она Шук. Майер Шук, скажем так, сказала. Ей 86 лет. Я так ее подбиваю, конечно, на видео. Потому что меня просили снять. У нее красивые розы. И она каждый раз сама ухаживает. У нее дома идеальная чистота. Просто ей 86 лет. Она сама убирает. Я предлагаю свою помощь. Она говорит, что нет. Я должна это сделать сама. Ну, в общем, вот первый этаж этого нашего дома. Это там живет Ольга. Причем территория, я думаю, что ее первого этажа не меньше 150 квадратных метров. И она одна, без помощи. Причем у нее все печки, которые летом, скажем, протопили. И летом они должны быть пустые. Ну, понятно, мы вычистили. А у нее стекла в этих печках просто блестят. То есть невероятная чистюля, аккуратная. Это такая была у меня бабушка Шура. Царство и небесное тоже была такая аккуратная. У нас было так много в детстве. Внуков у нее всегда. И помню, она такая была всегда злая, что порядок не держался. Убирает за нами или ставит обувь, которых там штук 40 на пороге. И говорит, порасплодились, как тараканы. Я сейчас вспоминаю, рассказываю своим детям, они смеются. Бабушка. Ну, она, конечно, сгоряча, она нас любила. Но вот фразы порасплодились, как тараканы. Меня всегда вызывает смех. Не капельки обид, а просто смех. Я ее безумно любила. Причем мы с ней были просто подружки. Она также тепло и трепетно относилась ко мне. Как это была такая, знаете, особая связь. Ну, вот у нас неожиданная остановка. Пока Хуберт лежит под машиной. Что-то там у нас застучало. И я вам хочу снять вот эту вот небольшую деревню. Не знаю даже, как она называется. Спрашивать у Хуберта не буду. Под горячую руку лезть. Дело в том, что что-то там какая-то незначительная палатка. Какой-то, может быть, болт отвалился. Я не знаю. Но как то, что хочу снять вам вот эту вот небольшую деревню, к которой мы проезжали мимо. И мы хотим... Сейчас моросит дождь. Такая чистая осенняя погода. И моя любимая. Я люблю такую. Люблю такую погоду. Люблю вообще осень во всех ее... Скажем так, непогодами и погодами. Вот такой вот красивый. Ну все, мы поехали дальше. Хуберт там что-то временно привязал. Но я думаю, что у нас все получится привезти нормальная мебель. И Хуберт поедет ставить машину. А возможно, сам там, я не знаю, что сделает там. Приварит или что. Я об этом не понимаю много. Но хочу вам снять вот немного красоты нашей. Вот этой вот осенней. Как сразу преображаются. Смотрится совсем по-другому. Эти милые маленькие города Германии. Такое маленькое путешествие. Это уже другая деревня. Сейчас, если увижу название, конечно, я скажу. Ну, не столь важно, как тут, что... Он говорит, что если уже остановить... Он все время так говорит. Я не люблю большую скорость. А он говорит, что если уже медленнее, то это значит просто стоять. Он привык к большим скоростям. Он любит очень мотоциклы. И, конечно, однажды у него произошла авария. Он попал на полгода в больницу. Потому что его мотоцикл... В общем, произошла авария. Точно не могу вам сказать, что. Но он с множественными переломами лежал в больнице. Ну, и все равно тянет и хочет сесть. Вы видите, у нас все еще зеленое. Потому что стояла жара, как будто бы летом. И вот буквально только третий день немножко похолодало. Сегодня, правда, 13 градусов. И вот чуть-чуть начинают сразу желтеть листья. Бризендорф. Бризендорф. Такая красота. Такие красивые деревни. Как можно поменять это на большой город, где большие города в Германии. Вы знаете, это, например, Берлин. Это очень грязный. Грязный город. И очень много мусора. Мюнхен. Я бы не сказала, что он прям сильно грязный. Но, возможно, там такие вот места, где там ближе... Ближе к вокзалам. Ну, это не есть хорошо. Потому что раньше, Хуберт, говорит, в Германии было настолько все чисто. Но вот, к сожалению, все это немного утратилось. И по Кальмись сохранился вот эта вот чистота, уют и порядок. Только вот маленькие города, деревня. Я всегда жила в большом городе. Что в Узбекистане, что в России. То есть не жила никогда в деревне. Но вот эти деревни меня просто вот влюбили в себя. И, конечно, я теперь ни за что бы не хотела жить в большом городе. А только вот в такой уютной, красивой атмосфере, где совсем другие люди. Когда сливаешься с природой, и хочется что-то делать для нее, а она отдает, хватит тебе тем же. В общем, уже не хочу жить в большом городе. Я понимаю, что... Я так понимаю, что вот это вот именно та деревня, которая... Или это маленький город, ну, неважно. Где находится это место, откуда мы должны будем забрать мебель и еще кое-какие вещи. Куберт зарезервировал две картины. Посмотрите, какой... Куберт Лангзам обетен. Такой домик старенький. Да, вообще прекрасно. Просто прекрасно, красиво. И обратите внимание, какая чистота. Мы немножко проехали, но... Сейчас мы развернемся. Теперь мы уже развернемся. И вот так. Сейчас мы уже развернемся. Сейчас мы уже развернемся. ищем но пока что не находим в этом году большой урожай яблок а это кстати айва старинную крепость где идет распродажа и и продали смотрите и вот здесь какие-то приспособления страшные очень-очень старая церковь ой церковь эти ребята прям вообще очень-очень старое здание стоят вот такие шкафы я не знаю вот этот комод зарезервирован и нами или нет я ничего не понимаю потому что пока занималась посудой хубер здесь мебелью вот друзья смотрите такой красивый стол по-моему хуберт его тоже взял вот это вот шикарная мебель вся в пыли но она очень старинная вот такой вот комод попыленные зеркала красивая печь тут одна печь только произведение искусства я не знаю как здесь будет делаться конечно реставрация ли что это здание продалось продалось и теперь они все распродают такая красивая картина но она немного пришла ее нужно реставрировать не будем брать а вот это угадайте что это муфточка представляете это муфточка натуральный мех но правда вот здесь немного есть видите съеденного меха теплые невероятные попробовала такой вот коробочки она хранится но мебель конечно просто бомбическая жалко видите носик разбит мы взяли один сервиз он антикварный но толком еще не рассмотрели его но все уже забрали этот красивая очень кружка такая тяжелая без клейма поломанный веер для соли очень жалко такая красивая вещь старинная но она треснутая и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как получилось, наверное, опять плохо. Но я думаю, что саму суть... Вот можно было уловить, какая была атмосфера в этом доме. Дом очень старинный. Я не знаю, что с ним будут делать. Сама деревня. Вот напротив тоже. Видите, вот такой старый домик. Всё, наша машина полная. Хуберт хорошо заупаковал. Мебель, чтобы дождик не проник. Если вдруг он будет... Всё, мы поехали домой. Ну всё, мы прибыли домой. Привезли вот эту красоту. И пока поставили в хале. В хале мы называем это помещение. Огромное помещение бывшего консервного завода. И вот здесь у нас сейчас стоит эта мебель пока. Ну всё, друзья. Надеюсь, вам понравится видео. Всем мира и добра. Заходите на новый канал. Там тоже появится видео. И я думаю, что... Я постараюсь, по крайней мере, постараюсь как-то сочетать эти два канала, чтобы они друг от друга далеко не убегали. А были всё время, шагали в ногу, скажем так. Всем мира и добра. И пока-пока.